Всем доброго времени суток, меня зовут Ольга Ольнева, я являюсь основателем студии Больших Цветов. Недавно мы с вами прошлись по новогоднему, предновогоднему фикс прайс, и сейчас я распакую то, что я купила, и посмотрим стоящие или не стоящие покупки. На самом деле это не первый был эфир, скажем так, с фикс прайса, и те покупки, которые я купила в первый раз, я тоже снимала на видео, но там так получилось, что не всё работало, и я расстроилась и не выложила это видео с теми покупками. Надеюсь, что в этот раз будет всё по-другому. Не работала прежде всего там гирлянда из такого вот шарика, она у меня не включилась, когда я на видео снимала. Потом какое-то время прошло, мы прежде чем её выкинуть, решили ещё раз проверить, в итоге ставили батарейки, и в общем-то всё работает. То есть вот к такому шарику идёт вот такая гирлянда, которую можно использовать в той же розе вазе, например, у меня есть по ней мастер-класс прекрасный, посмотрите, девочки уже делают и уже продают. И недавно разговаривала с ученицей из Италии, вот, она тоже продала, и может быть даже не одну, вот, надеюсь, что ещё продаст. Так что сделайте обязательно, в общем-то затраты небольшие, а выглядит эффектно и красиво. Единственный минус, да, что нужно включать-выключать ручками, то есть пульта нет. Вот, в итоге работает, то есть не знаю, что там произошло, видимо, когда снимаешь видео, какая-то аура, может быть, не совсем хорошая, не знаю. Вот, ну, я решила больше из-за этого не расстраиваться. Так, вот, был обзор вот по таким, по такому, по такой гирлянде, вот, она стоит 99 рублей, работает от двух батареек, и сейчас мы посмотрим, работает ли. Я очень надеюсь, что да. Так, вообще гирлянда очень классная, такой у нас ещё не было, она идёт с жемчужными, такими бусинами разного диаметра. Я не буду её всю разматывать, что удобно, что она на проволочке, то есть её удобно наматывать на что-то. Вот, какая длина у неё, только я вот не увидела. 1,8 метра, ну, то есть достаточно хорошая. Вот, спасибо. Сейчас мы попробуем подключить, как она у нас горит. Ага, вот так она светится очень хорошо, и свет такой очень приятный. Не жёлтый, а просто тёплый, прям хороший такой свет. Вот, то есть её очень даже можно использовать в той же розе вазе для создания венков, для украшения небольших ёлочек, да. Я думаю, что мастер-классы по ёлочкам наверняка уже есть на YouTube-канале, может быть платный, бесплатный, не знаю. Но очень красиво. Там ещё были серого цвета и поярче розовый. Я выбрала такой не сильно яркий, вот, приглушённый. Вообще люблю всё не сильно яркое в декоре, а спокойное. Вот очень красиво светится. Так, выключаем. Что дальше? Дальше я купила вот такие шарики. Кстати, вот эти шары я купила уже в другом фикс-прайсе, не в том, который делала обзор вчера буквально, да. И вчера или позавчера, уже не помню, день за два. Очень неплохое серебро, я хочу сказать вам. Вот, то есть шары немаленькие, шесть штук, красивые. С ними можно что-то сделать интересное. Вот такие, помните, мне приглянулись. Давайте их откроем, посмотрим, что они из себя представляют. Так, ну, как я и думала, это пенопластовый шар, обсыпанный такой вот стружкой, переливающийся. Вот. Ну, по поводу того, как сыпется. Ну, осыпается. Что я могу сказать? То есть осыпается довольно-таки сильно. Ну, то есть они осыпаются, но не очень сильно, вполне можно для чего-нибудь использовать. Цена вопроса, по-моему, 55 рублей за 4 штучки. Так, ну, очередной шарик, потому что этот, я думала, не работает. Не шарик, в смысле, а гирлянда. То есть я не буду распаковывать, ну, я вам ее показала. То есть две батареечки тоже можно. Что еще купили? Купили вот такие вот снежинки, 77 рублей. Они подойдут, в принципе, для декора. Идут ниточки тоже, такие вот веревочки. Мне понравилось то, что они миниатюрные. На самом деле у них два, две дырочки. И, соответственно, можно сделать прям вот гирлянды из них. То есть не по одной, чтобы висели, а сразу по несколько штук. И это интересно. То есть можно на леску, можно на такую же вот ниточку. Ее можно купить не таким, чтобы она кусочками была, а целиком. Вот. Посмотрим, куда мы можем применить. Ну, вообще, симпатичные очень. Тоже 77 рублей. И здесь 9 штучек идет. Ну, глиттер тоже немножко осыпается. В общем, он везде осыпается, по-моему. Вот. Так. Что у нас еще здесь есть? Еще я купила. Вот то, что про что я говорила. Мне очень понравилось. Но на самом деле я купила это, наверное, для дома больше. Я не знаю, где его использовать. Просто красиво. Не очень дорого. Но из дерева очень уютная вещь. Девочки смотрят с завистью. Вот. Блестит хорошо. Вот такой деревянный. Не знаю, как это назвать. Ну, в общем, украшение новогоднее. И шишечка. Шишечка бедненькая. У меня есть побогаче шишечка. Я сюда, наверное, другую повешу. Но на дверь можно на входную даже повесить. Создавать настроение не только себе, но и соседям, которые мимо проходят. Потому что мой венок, который я себе хочу сделать все-таки на Новый год, в рамках марафона новогоднего, то есть те венки, которые у нас были сделаны, их уже нет. Потом у нас заказ на 4 венка. И вот мне надо обязательно сделать себе домой. Поэтому я, конечно, на дверь вешать не буду. Мне очень хочется тоже себе дома украсить. А на дверь, если повесишь, то может там не провисеть долго. Такой красивый. Кстати, да, напомнить хочу, что скидки на марафон новогодний заканчиваются 24 ноября в 12 часов. Поэтому успейте записаться. Вы можете, если у вас даже нет возможности оплатить марафон полностью сейчас, вы можете забронировать участие, чтобы потом уже перед марафоном, перед 30 ноября, оплатить полную стоимость, но со скидкой. То есть, чтобы вам не пропустить этот момент. Имейте в виду. Так что пишите обязательно. Под видео есть вся информация про новогодний марафон. Вот. И я буду рада встрече. Не пропустите, потому что это действительно 3 дня суперинтенсива. Много декора, много фишек, много информации, которую вы сможете использовать дальше, даже независимо от Нового года. То есть, просто в работе. В работе и с большими цветами, и с другим декором. Там действительно есть очень полезная информация, новая. Я уверена, что подойдет это как новичкам, так и уже оптным декораторам. То есть, как бы какие-то свежие идеи вы точно для себя подчеркнете. Вот. Тем более, мы очень мощно подготовились к нему. Ну, как всегда, у нас обучение максимально информативное, подробное. Так. И что еще? Спрей для декора серебро. Ну, я честно сомневаюсь, что это что-то стоящее, потому что вообще это стоит достаточно дорого. То, что я привыкла покупать, да, спрей. Ну, давайте просто посмотрим. Посмотрим, что же это такое. Вообще, надо прочитать, что спрей для декора золото. А почему золото? Я покупала серебро. Ну, бывает. Опечаточка. Так что неизвестно, что здесь будет. Загадка. В конце видео интрига будет раскрыта. Вот. Спрей предназначен для декорирования непищевых предметов. Бумага, ткань, природные материалы, еловые шишки. Ага, пенопласт не указан. Возможно, что нельзя. А давайте вот у меня тут есть еловая шишка. Раз это золото, как... В общем, не знаю, верить вот этому, вот этой крышке или надписи на баллончике. Сейчас посмотрим. Здесь не сильно пахнет. Так, ну, это серебро. Не буду я шишку портить. Я уже увидела, что это серебро, потому что шишка у меня сюда серебряная никак не подходит. Пахнет, ну, скажу я вам, дешевыми мужскими духами. В общем, это серебряная краска. Очень жидкая. И это не глитер. То есть, это просто, ну, серебро. Ну, я как бы понимаю, что написано серебро, вряд ли глитер. Но я просто думала, что может быть с блестками все-таки. Нет, это обычная серебристая краска. Я попробую покрасить кусочек фоамирана. Изолом не буду, потому что изолом, в принципе, бесполезно таким баллоном красить. Но фоам я покрашу, и в конце видео будет фотография, просто как выглядит кусочек фоам, покрашенный такой краской. Может быть, если неплохо, то почему бы и нет? Потому что цена вопроса, ну, дешевле, чем обычно стоит серебряный баллончик. Но, с другой стороны, здесь и объем небольшой. И мне показалось, что она жидковатая. Ну, посмотрим. Я нанесу, сфотографирую и в конце видео выложу. Вот. Надеюсь, что вам понравился мой обзор. Покупок, на самом деле, не так много. Но я считаю, что просто в пустую покупать нет смысла. Все-таки нужно покупать все в дело. И я уже придумала, что вот с этим делать. Если вам интересно, оставляйте комментарии, как можно использовать в нашем декоре с вами, да, в цветочном. Вот такие вот шарики. Вот. Может быть, я что-нибудь сниму для вас. Потому что надо знать, что это кому-то интересно. И вообще, продолжать ли обзоры, интересны ли вам они, обязательно оставляйте комментарии. Для меня это важно. Потому что поход в магазин со съемкой блога, да, он увеличивается по времени раза в три. То есть, если так я могу забежать и купить то, что мне надо, то здесь, конечно, по времени это очень затратно. Потом плюс еще съемки, монтаж и так далее. Вот, поэтому жду ваши обратные связи. Будет очень приятно. Ну и до встречи на новогоднем эфире. Если пропустите, то пожалеете, я вам точно говорю. Потому что это супер бомбический марафон. И стоимость, ну, чисто символическая. Вот. Тем более, есть возможность оплатить с 50-процентной скидкой. Вся информация будет под этим видео. До встречи. Пока-пока. Ну что, покрасила я краской из фикс-прайс серебро. Фон 2 миллиметра. Это иранский. Он такой светло-бежевый. Вот. Цвет серебра очень даже неплохой. Ложится он не совсем ровно. Но я сильно и не старалась. Мне важно было, в принципе, как покроет. Здесь немножко даже как-то неравномерно тоже, видите, пятнами. Но мне понравился цвет. Сейчас протестирую, как он, в принципе, держится. Да, то есть, пальчиками потру. То есть, ничего не трескается. Но это, в общем-то, очевидно. Потому что фон пористый материал. И он впитывает в себя краску. Вот. Неплохо она лежит. Немного остается все-таки на пальцах. Но на самом материале это не сильно заметно. То есть, ни кусками, ни трещинами он не отколупывается. Так. Ну, нацарапки проверим. Тоже, видите? То есть, просто как вот прожилки. Я сильно ногтем надавила. Но краска, она как бы осталась. Вот. Ну, на ногте тоже есть. Я считаю, что в плане экономно, если покрасить небольшое количество там листиков какие-то элементы из фома, вполне можно. Ну, то есть, вот она просохла. Ну, каких-то серьезных нареканий. Потому что серебряная и золотая краска на фоме примерно так и ложится. Даже другая, да. Единственное, например, у золотой точно есть такое. Но у серебра тоже есть. У кудовской краски она, когда ты ее вот так вот проводишь по ней, остаются такие черные такие царапки. Такие темно-серые. Здесь вот, кстати, этого нет. Так что, вы знаете, может быть, даже это одно из преимуществ перед кудом, например. Ну, в общем, неплохая краска, экономный вариант вполне можно. Вот. Имейте в виду. Надеюсь, что вам было полезно. Все. Потому что я хотела вам фото выложить, но без объяснений как-то не очень понятно будет. Вот. Так что, если вам это было полезным, пользуйтесь, творите с удовольствием. Все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok